Российские банки готовы заплатить вкладчикам больше. Впервые за два года ставки по депозитам выросли. У некоторых кредитных организаций доходность по вкладам достигает 9%. Однако для получения максимальной ставки от клиентов требуется выполнение определенных условий. Например, необходимо разместить сумму от 30 тысяч рублей сроком на три года. Пополнить вклад можно только в течение первых двух недель, а проценты выплатят после истечения срока договора. При досрочном изъятии средств прибыль посчитают по ставке 0,01%. Если нужны опции снятия и пополнения в любое время, а сумма инвестирования от 10 тысяч, то можно открыть вклад в приложении со смартфона. На выбор доступен срок депозита от трех месяцев до года, а доходность в таком случае составит 7,2%. Ставки на рынке вкладов для населения зависят в том числе и от уровня инфляции. Один из основных инструментов влияния на нее – это изменение ключевой ставки. В октябре Центральный банк повысил ее на 75 базисных пунктов – до 7,5%. Изменяя ключевую ставку, Центральный банк влияет на текущий спрос в экономике через изменение процентной ставки. Изменение ключевой ставки влияет на межбанковские ставки и впоследствии на ставки по кредитам и депозитам, которые устанавливают кредитные организации. В этой связи, если они растут, то становится выгоднее сберегать, чем тратить в текущий момент времени. Соответственно, спрос в экономике снижается и инфляция уменьшается. Коммерческие банки не могут выдавать кредиты только за счет денег, полученных на межбанковском рынке. Поэтому они привлекают средства граждан, чтобы потом выдать их под больший процент. Ключевая ставка Центрального банка – это стоимость денег на сегодня, которые Центробанк может предложить банкам. Но стоит вопрос, на какой срок. Как правило, это стоимость заимствий на очень краткосрочный период, буквально на неделю. Это как вариант заткнуть какой-то кассовый разрыв. Деньги Центрального банка не могут наполнить всю денежную систему страны. Банки, понимая, что такой инструмент есть, в то же время свою жизнь должны выстраивать классически через привлечение денежных ресурсов к классике. Однако специалисты настроены скептически и считают, что граждане вряд ли массово понесут деньги в банки. Многие уже знакомы с инвестициями в ценные бумаги, которые приносят больше дохода. А выводить средства и вкладывать их под меньший процент будут единицы. Максим Магомедов, Сергей Баскин, Константин Головин. События.